Добрый день, уважаемые учащиеся! Я думаю, что вы прорешали те задания, которые были после нашей пятой лекции и выполнили мою просьбу, пожелание прорешать эти задания, не прибегая к самой программе «Электронные таблицы». Для чего это сделано? Для того, чтобы в голове были приняты все достоинства этой электронной таблицы с точки зрения понимания этих достоинств, глубинного понимания. Это очень полезно, когда вы будете строить решение задач в электронных таблицах. Это очень сильно пригодится. Не будете делать обидных ошибок. Итак, первое задание у вас было такое. Дано исходное состояние электронной таблицы в режиме отображения формы. что будет выведено в режиме отображения значений в клетках А2, В2, С2. В клетках А2, В2 и С2 у вас находятся формулы. Формулы здесь никуда не переносятся. Просто надо было посчитать. Наверное, проблемы могут быть с первой формулой. Что здесь надо было сделать? Надо было К1, то есть к 12. Давайте я вот эту часть только пропишу, потому что все остальное рассчитывается очевидно. Просто перо иди сюда. То есть мы должны были 25 прибавить В1, деленное на 1. То есть В1, деленное на 1. То есть 1. И к этому результату мы должны были прибавить В1. Так, что я написала 25? Не 25, а 12. Куда я 25 написала? Так, извините. Давайте, чтобы не туда посмотрела. Это очень вредно не туда смотреть. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда читаете задание. Ой. Так, еще раз. К1, В1 находится 12. Мы прибавляем вот это отношение. В1, деленное на 1. 12, деленное на 12. Единичку. И к этому прибавляем В1, 12. Получается 25. Увидеть, что вот это у нас единое целое. Это значение, которое считается отдельным. Так, не расставить мысли на скобочки не в тех местах. Ну, точно так же вы рассчитываете значение в ячейке В2 и в ячейке С2. Можете проверить ответы. В В2 должно получиться 12,5. В С2 должна получиться у вас единичка. Ну, как вы видите, как раз упражнение на то, чтобы вы видели, что значимость расстановки скобочек выражения – это великая вещь. То есть, раз здесь стоят скобочки, значит, мы знаменатель целиком видим. Вот у нас знаменатель – это вот то, что рассчитывается в скобочках. Это очень важный момент. Второе задание. В электронной таблице при копировании содержимой ячейки В2 в клетке С2 и В3, туда скопировали мы значения, в них были занесены соответствующие формулы. Что было записано в клетке В2? Ну, вот примерно такое задание мы с вами решали. И для того, чтобы было удобнее, я все-таки заведу листочек, чтобы писать все-таки. Было виднее? Мы сделаем вот так. Вот так вот. Содержимое клетки В2 мы перенесли. Давайте посмотрим, что у нас происходило. у нас есть три столбца. Так, давайте-ка я их немножечко подальше друг от друга на рисунок. И у нас есть строчки, по крайней мере, первая, вторая и третья точно есть, судя по тем названиям, которые там есть. Итак, в ячейке С2 у нас стала формула. В ячейке С2 у нас записана формула. Вот такая. Ну, давайте смотреть, что у нас происходит. Нам надо понять, что находилось вот здесь. То есть здесь формула переносилась у нас по вертикали, здесь формула переносилась по горизонтали. Ну, давайте начнем с формулы, которая переносилась по вертикали. Мы видим, что у нас есть часть формулы, которая находится под абсолютной адресацией, поэтому абсолютно точно там находится то же, что и здесь в формуле находилось. Ну, и формула у нас переносилась по вертикали, поэтому столбец не менялся. Мы точно можем сказать, что в этой части формулы у нас находится вот такое значение. Ну и, кстати говоря, вот проверим. Вот здесь у нас по горизонтали перемещалась эта формула, а поменялась на B. Теперь со второй частью. Во второй части формулы, второе слагаемое, у нас есть абсолютная адресация столбца. То есть столбец у нас не изменяется. Он и так не изменяется, когда переносим по вертикали нашу формулу, а строка меняется. Мы перенесли формулу ниже, значит, до этого было значение единичка. Проверяем. Эту формулу здесь перенесли по горизонтали. У нас столбец остался неизменным, строка осталась неизменным. У нас получился такой вариант. Там у нас есть выбор нашего варианта. Давайте проверим, что у нас получилось. Так. Ответ неправильный. Ответ неправильный. Вот здесь неправильный ответ. То есть мы с вами получили ответ верный. Там ответ был неправильный. Что же бывает? Сейчас проверим еще раз. Все ли мы верно сделали. Так, смотрим, да, что у нас здесь B1. Мы смещались туда, значит, у нас столбец поменялся. И у нас здесь B1, здесь мы совпали. Вот здесь неправильно записано. А, почему неправильно? Мы желать. Это формулу. Это мнение. Все верно. Я не туда посмотрела, как всегда. И мы полностью совпали с тем, что я в качестве ответа здесь предлагала. Все. Все верно. Такой ответ. Все верно. Все правильно. Так. Это задача. Ну, длинное содержание. И, кстати говоря, это задача, которая уже даже вот прямо и на ОГЭ может встретиться. И часть задания. И ГЭ даже может быть такая, например, тоже девятое задание. Ну, по крайней мере, те задания, которые вы решаете уже и в жизни. Очень многие расчеты можно проводить в электронных таблицах или на уроке информатики. Может быть предложена такая задача. Минута разговора по телефону стоит X монет. Это минимальный тариф. Ну, а дальше есть условия. Если расстояние до абонента меньше 2000 километров, то оплата производится по минимальному тарифу. Если расстояние меньше 3500 километров, то оплата в полтора раза превышает минимальный тариф. Если расстояние не меньше 3500 километров, то оплата в 2,5 раза превышает минимальный тариф. Нужно выбрать формулу электронной таблицы, которую можно использовать для вычисления стоимости одной минуты разговора по телефону. Если минимальный тариф занесен в ячейку А1, расстояние в ячейку А2. Ну, вот здесь, наверное, самое такое хитрое. А что у нас обозначает вот эта фраза? Расстояние не меньше. То есть, что такое не меньше? Не меньше – это больше или равно. Вот это такой важный момент. Все остальное вроде как понятно. По условию задачи. Например, первая у нас формула. Смотрим, если у нас расстояние меньше 2000, то мы должны записать вроде как по условию задачи наш минимальный тариф. В противном случае, если у нас получается, что уже граница больше или равно 2000, но пока еще меньше 3500, по условию задачи мы должны на полтора умножить наш тариф. И остается только противный случай, когда у нас и будет значение расстояния больше или равно 3500. Следовательно, вот по такой формуле будет рассчитываться расстояние. Нам страшно повезло. Нашим ответом является первый выбор. Так, ну и еще раз обращаю ваше внимание. Вот что означает не меньше – это четко надо себе проговаривать, осознавать. И что обозначает отрицание знака меньше? Отрицание знака меньше обозначает больше или равно. То есть вот этот момент тоже надо все время отмечать себе в голове, когда решаете подобные задачи или как всегда составляете подобные формулы. Дальше. Сколько клеток входит в диапазон электронной таблицы? Как считается этот диапазон? Проще всего его посчитать. Ну, по сути дела, ведь нас просят посчитать площадь. Давайте мы ее и посчитаем. Давайте будем ее считать следующим образом. Во-первых, мы посчитаем, сколько у нас здесь столбцов. То есть после Z, это последняя буква латинского, и это начинается сочетание букв. То есть АА, АБ, АЦ и так далее. Сколько у нас столбцов? Z раз. И дальше еще. АА, АБ, АЦ, АД. То есть всего получается 5 столбцов. 5 столбцов. Понятно, что это надо умножить на количество строк. Сколько здесь у нас строк? Строк у нас, как мы будем это рассчитывать? Мы из 18 вычитаем 5 и не забываем прибавить единичку, потому что все концевые крайние строки нам тоже надо учитывать. То есть мы, в принципе, рассчитываем расстояние от 5 до 18, включая границы. Поэтому мы вот таким образом будем действовать. То есть у нас здесь получается 14. 5 умножаем на 14 и получаем значение 70. Это и есть наш ответ. Вот так рассчитывается количество ячеек в диапазоне. Дальше. Чему будет равно значение вот такого выражения? И обратите внимание, наше выражение логическое. Потому что здесь использована логическая функция. Функции в электронных таблицах префиксные. То есть сначала записывается сама функция, а в скобочках записываются аргументы. То есть в полном смысле, так как записывается, определяется функция в математике. Что здесь нужно сделать? Вспоминаем значение логической операции Ели. Логическая операция Ели дает значение истины, когда хотя бы один из аргументов имеет значение истины. Смотрим, что у нас получается. Нам сказано, что в ячейке А1 находится число 27. То есть 27 меньше 10. Ответ ложь. Но у нас есть еще и второе условие. 27 больше 15. Ответ истина. Ну и по правилам логики, логическая операция Ели в этом случае дает значение истина. И ответ будет не единица. Логическая функция дает значение либо ложь, либо истина. Поэтому ответом будет слово истина. В электронных таблицах так и будет написано истина. Так, теперь что у нас здесь происходит? Во-первых, здесь встретилась функция целая. Возможно, что не все ее использовали. Здесь есть описание этой функции. Функция целая используется для положительных чисел. Она находит целую часть числа. Ну, например, вот здесь пример приведен. Целая от 9 целых. 79 это 9. Здесь у нас 5 будет. Здесь у нас будет 4. То есть это целая часть числа. Ну и посмотреть, что у нас здесь происходит в электронных таблицах, мы можем тоже легко это посмотреть. Итак, вот у нас есть четырехзначное число. И это четырехзначное число делится на тысячу. То есть, по сути дела, здесь остается число тысяч. Дальше мы из нашего числа B1 вычитаем значение C1 умноженное на A1. То есть мы вычитаем пять тысяч. У нас остается семьсот восемьдесят девять. Мы берем целую часть от результата деления семьсот восемьдесят девять на сто. То есть мы берем, опять же, старшую цифру. То есть у нас остается здесь семь. Точно так же из значения, которые здесь у нас получилось, мы вычитаем значение старшая цифра умноженная на значение 100. То есть из того результата, который у нас есть, мы оставляем, по сути дела, только значение восемьдесят девять. Ну и так далее. Таким образом, легко посчитать, что вообще-то у нас всегда вот в колонке C будут находиться цифры нашего числа, начиная со старшей цифры. Сначала это пять, потом следующая цифра семь, потом следующая цифра восемь, и, наконец, у нас будет оставаться последняя цифра. Ну а результат расчетов. Мы складываем все цифры, которые здесь у нас получаются, и в результате мы понимаем, что вообще делает этот фрагмент электронной таблицы. В этом фрагменте электронной таблицы находится сумма цифр числа. Ну и для нашего числа эта сумма цифр будет 29. Кстати говоря, вот можете запомнить себе это решение, потому что иногда бывает проводятся олимпиады по базовому курсу, и там вот требуется решать подобные вещи в электронных таблицах. Вот так, например, можно разбить число на цифры в электронных таблицах. То есть такой вот фрагмент, который позволяет такие вещи проделать. Так, следующее задание. В клетку электронной таблицы с адресом D3 занесена формула, вот такая формула. Чему равно значение D3, если значение клетки А3 равно единице? То есть А3 у нас равняется единице. Проверяем. То есть функция ЕСЛИ сначала у нас вычисляет вот это условие. То есть единица меньше единицы. Условие будет ложным. Следовательно, мы пропуская вот эту веточку, сразу идем на эту веточку. Здесь у нас написано еще одно условие. ЕСЛИ и условие записано как отрицание. Давайте его сразу отрицание в уме проделаем. То есть отрицание А3 больше единицы. Отрицание, мы сегодня уже говорили про это, будет выглядеть как А3 меньше или равно единице. То есть, по сути дела, нас спрашивают. Если А3 меньше или равно единице, то пишем 15. В противном случае пишем да. Но А3 у нас равняется единице. Следовательно, условие теперь станет истинным и запишется значение 15. Так, задание номер 8. Для данных фрагмента электронной таблицы в режиме отображения формул в ячейке в клетке B2 и B3 было скопировано содержимое ячейки B1. Чему будут равны значения ячеек B2 и B3 после выхода из режима отображения формулы? То есть, надо скопировать формулу и просчитать ее значение. Давайте это проделаем. Итак, если мы будем копировать формулу, то у нас будет вот здесь вот часть формулы у нас под абсолютной адресацией. То есть, вот эта часть вообще просто не изменится. А вот здесь у нас что произойдет? У нас изменится номер строки. была А1, станет А2. Ну, если мы еще раз перенесем нашу формулу, то у нас будет эта часть неизменна. А здесь у нас будет А3. Ну, осталось только посчитать. К1, прибавляем А1, будет 20. Дальше. К1, 10. Прибавляем А2, будет 30. И к А1, к 10, прибавляем А3, будет 40. Но в ответе нас просили записать только значение ячейчик B2 и B3. Поэтому наши ответы вот эти. 30. Следующее задание. Ну, вот мы про графику в электронных таблицах просто отдельно поговорим. Там вообще очень большие возможности у графики. Но здесь вот задание на простой график. Если вы девятиклассники, то это вам полезно с той точки зрения, что есть задание номер 14, где придется строить круговую диаграмму. Но вообще для всех полезно, чтобы представлять, как соотносится сама электронная таблица с графическим представлением информации, то есть опять мы говорим о преобразовании одного вида информации в другой вид информации. Мы видим, что в круговой диаграмме круговая диаграмма всегда показывает относительное значение величины какой-то по отношению к целому. То есть это может быть процентное отношение или просто вот, ну, как правило, это процентное, конечно, отношение. Но может быть выражено быть каким-то абсолютным значением, а может быть выражено, как вот здесь на диаграмме, в процентах. Вот нас интересует вот эта часть диаграммы, она отделена и это 25%. Что такое 25%? Это одна четверть от всего целого. Следовательно, первое, что нам надо посчитать, нам надо посчитать, что из себя представляет самое целое, то есть 100%, что у нас будет представлять. А для этого надо просто просуммировать все эти величины. Если мы их просуммировали, у нас получается 200. То есть наша задача найти четверть от 200. Это 50. Это и есть 25%. Число 50 у нас находится в ячейке 2. То есть второй случай у нас как раз и будет нашим ответом. Ну и последняя задача. Дано исходное состояние электронной таблицы в режиме отображения формул. Какие формулы будут занесены в ячейки А7 и В7 после выполнения команд? И вот смотрите, здесь у нас копируется целый диапазон. То есть копируются ячейки А2, В2 в целый диапазон, который из себя представляет прямоугольную область и определяется своей диагональю от А3 до В7. От А3 до В7. Но нас все эти ячейки не интересуют. Нас интересуют исключительно ячейки А7 и В7. Ну давайте посмотрим, что у нас будет получаться. Так. Вот у нас седьмая, предположим, строка. Вот у нас столбец А, вот у нас столбец В. До этого там у нас какая-то пропуск был. Вот. Что у нас происходит? У нас везде относительная адресация. Мы переносим в столбец А, следовательно, то есть по вертикали, следовательно, у нас столбец не изменится. А строка у нас станет какая? Вы должны перенести в строчку номер 7, но в строчке номер 2 у нас значение А1. То есть здесь у нас будет значение 7 минус 1, то есть шестерка. Шестая строка у нас будет интересовательна. Числовая константа 1 не меняется. Что у нас будет находиться здесь? Тоже формулу мы переносим с вами по вертикали. Переносится вот эта формула. По вертикали переносим. Значит у нас опять же столбец не меняется. У нас меняются только строчки. То есть столбец остается А. Смотрим, что у нас находится здесь. У нас находится здесь значение А2. Мы переносим седьмую строку. Здесь значение строки соответствует той строке, где стоит формула. Значит и в новой строке значение строки будет соответствовать номеру строки, которую мы переносим. Что у нас находится здесь? Здесь второй сомножитель это столбец В. Он не меняется. Мы формулы переносим по вертикали. А строка у нас останется на единицу меньше, нежели чем строка номер 7, то есть 6. Мы вот видим, что здесь у нас строка на единицу меньше, чем та строка, где стоит формула. Вот таким образом решается это задание. Ну вот на этом мы закончили разбор этого задания. Надеюсь, была необычная ситуация решать задание по информатике, но без применения компьютера. Если кто-то применял компьютер, чтобы себя проверить, ну это, конечно, не возбраняется. Но главное понять, а почему так получается? То есть компьютер-то волшебным образом ответ подскажет. Ну а в голове должно остаться понимание, а почему этот ответ так получается? Ну а для этого на листе бумаги аналитически решать полезно вообще. Занятия, когда вы решаете что-то аналитически, они очень полезные занятия. Итак, я с вами прощаюсь. До свидания. Мы закончили разбор этого задания. Продолжение следует...